Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также повторяю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента для того, чтобы у вас было больше информации, необходимой для принятия торговых решений. Поэтому, если вы еще не подписались, обязательно сделайте это, так вы будете в курсе каждого поста, который мы там размещаем. Ну что ж, сегодняшняя торговая сессия. Первый день выступления Паула в Конгрессе. Это, как было отмечено в начале недели, важное, самое важное событие текущих пяти дней, если говорить о рабочей пятидневке для трейдеров на классических финансовых рынках. И для нас это еще одна возможность через Паула уточнить перспективу американской денежно-кредитной политики. Мы с вами, друзья, очень давно следим за тем, что происходит с индексом американской валюты. Если немного отмотать назад, мы ранее нашли идеальные и уж точно самые оптимальные, с учетом фундаментального фона, точки входа на покупку индекса американской валюты. И сейчас пожинаем плоды вот этих правильно принятых торговых решений, потому что индекс доллара продолжает расти и остается на максимумах за 20 лет. Текущие котировки 104 пункта 37. И я думаю, я думаю, что многие из вас со мной согласятся, если вы также следите за фундаментальным фоном и разделяете точку зрения, что действия американского регулятора, но не могут привести ни к чему другому, кроме как к укреплению курса индекса американской валюты. То, что происходит с индексом доллара в моменте, это лишь начало обычай долгосрочной тенденции, потому что мы понимаем, что ФРС, который ранее объявил войну инфляции, будет осуществлять вот этот прессинг на индекс потребительских цен до тех пор, пока он не скорректируется, показатель инфляции, до целевого значения Федеральной дизельной системы. Это целевое значение находится в районе 2%. Напомню, друзья, что текущий уровень инфляции 8,6%. Это максимум более чем за 40 лет. Поэтому работы предстоит очень и очень много. И закладываясь под действия американского регулятора, который будет предполагать постоянное повышение процентной ставки, потому что только лишь повышение процентной ставки в текущих условиях для развитой экономики может остановить рост индексопотребительских цен, мы, поэтому, собственно, так и верим в рост американской валюты. Друзья, я еще раз отмечаю, делаю акцент на то, что я говорю про индекс американского доллара, который дает нам точную оценку происходящего против всех мажорных конкурентов. То есть, по сути, это реальное положение дела, это реальный курс и оценка курса доллара против валюты прочих государств и стран. Цели по индексу доллара сейчас их трудно определить, потому что мы и так находимся на многолетних максимумах. И вы будете правы, друзья, если обозначите для себя ориентир роста до 106 пунктов, до 107, до 108, потому что это более чем реально. И если ссылаться на прогнозы инвестиционных банков, то на одном из последних брифингов я вроде бы делал акцент на цели от аналитиков и департаментов этих инвестиционных банков, но в качестве медианной цели хочется обозначить уровень где-то в районе 107 пунктов. Я думаю, что туда индекс доллара точно придет. По обновленному новостному фону сейчас у нас есть следующая база роста для доллара. Это высокая доходность американских облигаций. Десятилетний трежерис находится на отметке 3,25%. У нас есть комментарии голосующих членов американского регулятора Кристофера Уоллера и Ника Кашкари, которые подтвердили, что на заседание в июле они будут голосовать за повышение ставки на 75 базисных пунктов. У нас есть комментарий Лоретты Мейстер, которая четко дала понять, что если вам нужны ответы, когда ФРС достигнет цели по инфляции в 2%, это не раньше, чем через 2 года. И фактически, если развить эту тему, можно точно сказать, что ближайшие 2 года это как раз и есть тот самый затяжной период, когда индекс доллара продолжит расти. Есть и другие факторы роста доллара, если зайти с точки зрения отношения инвесторов к защитным активам и их поведения, спрос на инструменты, которые пользуются поддержкой в период экономической неопределенности. Под периодом экономической неопределенности я сейчас подразумеваю вероятность рецессии в американской экономике. Если ФРС, повышая процентные ставки, в итоге не решит проблему с инфляцией, а только лишь ухудшит положение дела в экономике, спровоцировавая затяжной экономический спад. Такая теория тоже есть, и я, опять же, один из тех, кто считает, что она не лишена смысла. Так вот, эксперты Банка Намура считают, что рецессия неизбежна уже в конце этого года в США. Goldman Sachs, которые держались какое-то время в стороне, сейчас с каждым месяцем пересматривают прогноз по вероятности рецессии. Сейчас, до конца этого года, эта вероятность оценивается в 30%, учитывая то, что месяц назад была на отметке 15%. Ну, такая нездоровая тенденция роста вероятности, и, возможно, при выходе каких-то слабых макроэкономических данных, или, например, через несколько месяцев, когда мы поймем, что индекс потребительских цен не просто не снижается из-за роста процентных ставок, но и продолжает расти, опираясь на сохраняющиеся проблемы с логистикой, с цепочками поставок, с кризисом, продовольствием в том числе, то станет ясно, что эта рецессия может наступить с еще большей вероятностью. В этом случае индекс доллара тоже, друзья, как это ни странно, но будет расти, потому что в условиях рецессии американской экономики нельзя будет найти другой актив, который пользовался бы большим спросом и популярностью с точки зрения защитных свойств. Доллар-иена очень выгодно мы купили, друзья, 136.22 пункта в моменте, то есть, когда мы рассматривали эту валютную пару, котировки были 135, это уже после того, как мы сделали нашу долгосрочную цель. Повторяю, что контраст монетарных политик Федрезерва и Банка Японии не оставляет нам возможности действовать как-то иначе, кроме как через длинные позиции, поэтому до этого финансовых активов. Золото 1830. Пока что я не отказываюсь от своей длинной позиции. Волатильность остается высокой в рамках торговых сессий внутри дня, но золото держится в узком, довольно узком, хоть и размашистом, скажем так, коридоре, нуждаясь в появлении дополнительных триггеров, драйверов на рынке. Я допускаю, что сегодня этим триггером могут стать как раз комментарии Павла на выступление в Конгрессе. Кстати, возвращаясь к тому, что Павел может сказать. У нас очень хороший бэкграунд в виде прошедшего заседания американского регулятора на прошлой неделе, когда риторика была исключительно истребиной. Сегодня Павел, когда будет отчитываться с полугодовым докладом по денежно-кредитной политике, скорее всего будет придерживаться этой истребиной риторики. Поэтому рынок, получив еще один сигнал от Федрезерва, потому что ставки будут расти, могут снова обнадежиться, еще больше поверить в рост индекса американского доллара. Поэтому то, что будет происходить дальше на финансовых рынках, будет определяться как раз с американской валютой. Но золото здесь будет держаться особняком, потому что, друзья, чем агрессивнее сейчас будет настрой ФРС по росту процентных ставок, тем выше будет вероятность вот этой вот рецессии, которая оценивается многими трейдерами. А рецессия – это глобальный риск, который многих может заставить застраховаться, в том числе пока что через еще один защитный актив, который присутствует на рынке. Это золото. Его тоже не нужно списывать со счетов. Напомню, что динамика индекса, например, доллара и золота, она может быть в одном направлении, и здесь никаких противоречий не будет. Мы это уже много раз наблюдали на примерах. Поэтому может сложиться такая ситуация, когда, друзья, и золото, и индекс доллара будут расти. Это, в принципе, нам и нужно сейчас. По другим финансовым активам евро-доллара 1.05 ждем, соответственно, пару еще ниже. К сожалению, Европейский Центральный Банк, на мой взгляд, уже раскрыл все карты, которые могли бы поспособствовать росту европейской валюты. То есть мы прекрасно знаем, как и что будет делать Европейский Центральный Банк в плане повышения процентной ставки. И уже покупателей ничем не удивить и ничем не поддержать. Поэтому шорты здесь будут в приоритете, тем более, что по мере восстановления курса доллара евро будет все сложнее удерживать свои позиции на тех уровнях, на которых пара торгуется сейчас. Доллар канадец 1.29.61. Я рекомендую, друзья, покупать валютную пару сегодня, потому что думаю, что отчет по инфляции, который выйдет в 15.30 по московскому времени, больше разочарует. И вкупе со снижением цен на нефть, которые мы наблюдаем в вчерашней торговой сессии, это может оказать поддержку валютной паре и, скажем, оказать давление на канадца и поддержать в целом пару доллар-канадец. Цели 1.31. И я допускаю, что где-то в районе 1.30.50 мы вполне можем завершить текущую торговую сессию. Что касается австралийского доллара против американцев, в комментариях был вопрос относительно того, что делать с этой валютной парой. Я думаю, что снижение продолжится с целями 0.68. Накануне глава Резервного банка Австралии Филипп Лоу дал понять, что на ближайшем заседании ставка будет повышена на 25 боесных пунктов. Казалось бы, парадокс. На таком комментарии австралийский доллар должен был активно вырасти. Но этого не произошло, потому что участники рынка были уверены, что Резервный банк Австралии поступит так же, как и Федрезервы. На фоне растущих рисков инфляции повысить ставку не на 25 боесных пунктов, а на 75. Добавляем сюда еще и новые ограничения в Китае, которые угрожают темпам экономического роста китайской экономики. А Китай – это стратегический партнер Австралии. Еще и снижение цен на железную руду. Получается достаточно много факторов, чтобы австралийский доллар снижался. Ну и не забывайте про американского конкурента, который продолжает расти и тем самым оказывает дополнительное давление на все, что имеет отношение к риску. И что касается Brent. 110,95 доллара за баррель. Я жду еще более глубокой коррекции, оттуда готов покупать, потому что, как ни крути, но спрос и предложение по-прежнему указывают на то, что предложение растет недостаточно, чтобы покрыть и тот спрос, который имеет место быть со стороны мировой экономики. И бычья динамика, она, скорее всего, будет преобладать в долгосрочной перспективе, но нужно найти оптимальную точку входа. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!